Если говорить о неизвестной ситуации вокруг травматического оружия, которая возникла в интернете как реакция на запись в блоге нашего президента, то, если честно, не совсем понятна степень вот этой реакции, не совсем понятно, о чем идет речь. На сегодняшний день травматическое оружие или закон о травматическом оружии достаточно четко прописан. То есть нет такого тотального доступа к травматическому оружию, как к кухонным ножам. Чтобы получить травматическое оружие, нужно пройти ту же самую процедуру и большинство всех тех процедур, которые проходит человек, решивший заниматься, допустим, охотой. Так же, чтобы получить огнестрельное оружие. Фактически это одна и та же медкомиссия, одна и та же справка и одни и те же действия. Если говорить об опасности травматического оружия, то травматическое оружие, как любое вообще другое оружие, как кухонный нож, который вы приобретаете в магазине, несет в себе очевидную опасность. Потому что если использовать его неправильно, не по назначению, то, конечно, эффект будет соответствующий. Нужно понимать, что мы говорим не, допустим, о пневматическом оружии, которое стреляет шариками от пинг-понга. Сегодня абсолютно на открытом доступе находится обычное пневматическое оружие. Это пневматическое оружие имеет в разрешенных пределах, при открытой продаже, такую мощь, что попав, допустим, в мягкие ткани человека, или, допустим, попав человеку в глаз, или в ноздрю, или в ухо, оно совершенно спокойно способно убить человека без каких-либо, так сказать, ну, что называется, иллюзий. И такие случаи есть. И в этом случае, опять же, никому не приходит в голову тут же объявить пневматическое оружие особо опасным и запретить его тем самым, или установить за ним жесткий контроль. Проблема в этом случае, по-моему, заключается в другом. Проблема заключается в том, чтобы контролировать не саму продажу оружия, и не контролировать доступ к оружию, а контролировать все-таки тех, кто это оружие приобретает. То есть, контролировать в этом случае его владельцев. Или, правильнее даже сказать, установить, наконец-таки, ту форму законности в стране, которая позволит в этом случае любому человеку, нарушившему закон, перед этим законом отвечать. Оружие – это, прежде всего, проблемы беззакония. Можно привести совершенно очевидный пример. Например, тот же самый Эстоний. В Эстонии, в маленькой, где почти половина населения является русскоязычными, то есть, те самые славяне, которые населяют фактически и нашу страну, есть закон об оружии, который разрешает иметь в свободном доступе не только травматическое, но и боевое оружие. То есть, любой гражданин Эстонии, в принципе, может взять, сдав, как обычно, еще раз говорю, по медицинским параметрам, получив необходимые справки и сдав какие-то минимальные экзамены, взять и приобрести до пяти единиц огнестрельного оружия, таких, например, вещей, которые, как, например, пистолет. У нас в России об этом можно только мечтать, там, для любителей оружия. В Эстонии фактически каждый гражданин в этом случае может получить доступ к такому оружию. Но это не приводит к массовым беспорядкам, к массовым расстрелам населения, к массовым погромам и к резкому всплеску какой-либо оружейной преступности. Это связано, еще раз говорю, прежде всего, с тем, что человек, обладающий таким оружием, он очень четко контролируется законом, и любое его незаконное применение сразу же пресекается. Вот если мы сможем обеспечить именно эту часть, то проблем с травматическим оружием, на мой взгляд, просто не будет. То есть если у нас действительно будет эффективно работающая милиция, а не та, которая сама стреляет из боевого оружия по своим гражданам и там забивает насмерть палками журналистов. Если у нас будет прокуратура, которая в этом случае, приезжая на место преступления, разбирается не кто чей сын, кто совершил преступление, и не имеет инструкции, кого нужно в этой ситуации отмазывать, а кого нет. Если у нас будет уголовный розыск, который, открывая уголовное дело, не прикидывает, сколько за это уголовное дело можно взять за его закрытие с того, кто виноват, или на кого повесить преступление, потому что это висяк, вот в этом случае, повторюсь, тогда проблемы травматического оружия просто не будет. А в данный момент это очень небольшой сегмент оружийного рынка, который дает гражданам, особенно пожилым, очень небольшую иллюзию, но все-таки иллюзию безопасности, потому что ничто не может уравнять бугая преступника и старичка-пенсионера, как великий уравнитель по имени Кольт. К сожалению, российские граждане лишены доступа к Кольту, но это то самое травматическое оружие, которое, в принципе, продается, оно способно в этом случае их уравнять.